Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться рецептом томленых блинчиков. Сказать, что такие блинчики получаются очень вкусными, это ничего не сказать. Они получаются наинежнейшие. Для этого блюда мне понадобятся сами блинчики. Их рецепт я выкладывала в предыдущем видео. Сгущенное молоко, сметана, творог и вишня. У меня замороженная. Итак, первым делом займусь начинкой. Творог растираю с сахаром, сахар добавляю по вкусу и добавляю желток. Начинку вы можете взять абсолютно любую, на свое усмотрение. Это могут быть томленые яблоки, либо груша, либо какие-то сухофрукты. Можно обойтись без начинки. На каждый блинчик выкладываю приблизительно по столовой ложке творога и несколько ягод и сворачиваю в трубочку. Вишню я предварительно разморозила и слила лишнюю жидкость. Трубочки слоями укладываю в форму. И далее заливка. Заливка готовится очень просто. Сметана смешивается со сгущенным молоком. Если сгущенки нет, можно смешать с сахаром. Все на ваше усмотрение. Просто тщательно перемешиваю до однородности и заливаю блинчики. Конечно, очень удобно залить сперва первый слой, а затем второй. В качестве заливки я использовала и ряженку густую 4% а также можно использовать жирные домашние сливки. Сметану любой жирности. И, конечно же, можно добавить в заливку одно яйцо. Получается очень вкусно. И отправляю томить в разогретую духовку до 120 градусов на 30-40 минут. Я томила 40 минут, просто потому что люблю, чтобы заливка была поплотнее. Томленые блинчики очень вкусны в теплом виде. Они настолько нежные, что просто тают во рту. И нет, они не получаются раскисшими. И порой совсем не хочется никакой начинки. Только блинчики и заливка. Блюдо самодостаточное, как когда-то в старые добрые времена бабушки томили в русской печи. Обязательно попробуйте приготовить такие томленые блинчики. Поэкспериментируйте с начинкой, и поэкспериментируйте с заливкой. Я уверена, они обязательно понравятся. А на этом у меня все. Я вам, как всегда, желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!